Намаскар при Дивьон Орсаджи Джанон. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Для тех, кто соскучился по выпускам сингл «Молд шагает по планете», я представляю вам третью ее часть. Сегодня мы с вами летим в Индию на винокурню Амрут. Около пяти лет назад ко мне приезжал один мой хороший знакомый. Он как раз только вернулся из Индии и бросил мне на стол вот эту вот книжечку и сказал «Представляешь, в Индии тоже делают виски». Ничего себе, пять лет назад тогда вообще никто не мог думать, что виски делают где-то кроме Шотландии или Ирландии. В этой книжечке много страничек и на каждой страничке рассказывается про какой-то релиз. Я даже не подозревал, что на какой-то винокурне есть не просто один релиз, а их даже много. И он открыл страничку про Амрут и сказал «Чувак, тебе надо это попробовать». Что-то меня манят выпуски о виски, которые выдерживаются в жарких тропических условиях. И мы вспомним обязательно про выпуск и про виски Кавалан. Посмотрите обязательно. И вспомним, что выдержка идет в жарком климате в два-три раза интенсивнее и быстрее, чем в холодном, положим, шотландском климате. И здесь не нужно ждать и не получится ждать 10-20 лет, чтобы получить хорошие виски, потому что виски из бочки будет выкраден ангелами. Ангелы очень любят отдыхать в тропиках. Блин, еще ничего не налило, уже столько мух, да? Винокурня Амрут основана в 1948 году. Да-да, виски в Индии начали гнать не вчера, хотя на самом деле вчера солодовый виски вышел в 1982 году, однако это был не синглмолд. Первый синглмолд вышел в 2004 году в Глазго, а на самой винокурне виски синглмолд вышел в 2010 году. Винокурня была заложена в пригороде города Бангалор, городок Камбипура, штат Карнатака, это юг Индии. Винокурня является семейным предприятием, находится на высоте 900 метров над уровнем моря. С упаковочного конвейера выходит 6 миллионов кейсов в год, это приблизительно 36 миллионов бутылок плюс-минус 30 миллионов литров в год. Помимо всего прочего и винокурня начала свое производство с рома, джина и водки. Однако, внимание, Индия потребляет полтора миллиарда литров виски в год и год от года входит в тройку потребителей виски во всем мире. Причем Россия в этом списке неизвестно где. Другое дело, что за виски потребляется в Индии и, безусловно, колонизаторы из Британии внесли большую лепту в популяризации виски на всей территории Индии, а независимость от Ирана позволила лицензировать эту индустрию. Однако, писать на бутылке чего угодно слово виски в Индии не запрещено, но наш герой не абы какой. Это настоящий односолодовый. Не зря же мы сняли про него сюжет. Сингл молд шагает по планете. В переводе с санскрита Амрют переводится как нектар богов. Сами винокуры часто вольно переводят название как живая вода. Мастер-дистиллер и он же мастер-блендер на винокурне Суриндер Кумар работает в индустрии уже более 37 лет. Винокурне используют два типа солода. Один местный индийский, который поставляется из двух провинций Пунджаб и Раджистан. Это север Индии горные провинции. А окуренный солод, второй вид, поставляется из Шотландии, как говорит производитель из Инвернеса. Но это на самом деле ни о чем не говорит, потому что мы знаем сами, что Инвернес это порт и туда мог привозиться абсолютно любой солод. Какой конкретно солод привозился в Инвернес для поставки в Амрут, мы не знаем. Что интересно, индийский солод отличается от шотландского в лучшую сторону. Индийский так называемый шестирядный солод, в отличие от своего шотландского двухрядного собрата, куда более сахаристый, так как содержит больше белков и энзимов, поэтому он дает больший выхлоп по дистилляту. Стоит отметить и воду, которую, как опять же заявляет производитель, специально привозят в цистернах, из колодцев, где-то в том же районе. Видимо из более экологически чистого места. Ферментация длится довольно долго, около пяти дней. В прохладных для Индии 13 градусах Цельсия, до 6% спирта в пиве. Дистилляция происходит также медленно. Все вышеперечисленное дает довольно насыщенный дистиллят New Make, который также имеет большую по спектру вкуса и ароматику. И что стоит отметить, дистилляция ведется на винокурни дважды. Хотя, забегая вперед, скажу, что есть и релизы, которые дистиллировались трижды. Первый погон идет до 20% спирта по содержанию в спирте SRC. Довольно необычных по форме кубах Wash Steel. Кубы мне показались действительно восточными, потому что они представляют форму какой-то шапки волшебника. Внизу кастрюля, здесь такая удлиняющаяся длинная шея куба. Я таких кубов не видел пока ни на каких винокурнях. Опять же стоит отметить, что кубы для винокурни местного производства и делаются в Индии. Куб второй перегонки Spirit Steel имеют более классическую форму и имеют больший объем, что необычно, чем Wash Steel. Поэтому в куб второй перегонки закладывается две партии после первого погона. Куб второй перегонки имеет более классическую форму и имеет такое специальное утончение в его основании шеи, которое позволяет обеспечить дополнительный рефлюкс, дополнительное стекание спиртов при дистилляции, многократное испарение и дает более легкие, более фруктовые спирты. Этот куб похож по своей форме на кубы шотландских винокурен Гленкинчи, Артбек, некоторых других. Что уж далеко ходить, на Кавалане тоже похожие кубы. Сдело отбирается до 80% крепости по спирту. Большинство бочек для выдержки используются также местного производства. В среднем в год при выдержке потери спирта составляет, то есть доля ангелов, порядка 8-10%. В моей бутылочке тоже ангелы изрядно покопались. Сегодня три винокорни бьются за сердца своих потребителей и это Амрут, это Пол Джон и это Рампур. Но именно Амрут поднялись выше всех и по случайности то или нет, но скорее всего это связано с тем, что однажды Амрут выиграли контракт на поставку виски в индийскую армию. Итак, приступаем к релизу Амрут Fusion. Бутылочка с виски имеющая крепость 50% по объему, бутылка объема 0,7. Fusion означает смешение. В данном случае здесь идет речь о смешении двух стилей восточного и западного. Как вот вы видите с одной стороны написано West, с другой East. Здесь идет речь о солоде 25% для этого релиза. Это окуренный солод из Шотландии и 75% местный солод. Туба похожа и напомнила мне старые добрые банки от индийского кофе. Вот можете сравнить. Чем-то похоже, да? Может быть, что может быть? Да ничего не может быть. На Тубе изображено множество медалей, которые выиграл этот релиз на различных конкурсах. Вообще было бы интересно сравнить этот релиз с релизом Kavalan, который я обозревал в предыдущих выпусках. Но так как я в полях, с собой бутылку взять не смог. Но расскажу об этом, возможно, в следующем выпуске. Здесь была вклеена такая индийская акциска. Она была вклеена прямо под металлизированную крышечку. Импортер ООО ВИНИМПОРТ. Я такого не знаю. Выдержка производилась как в девственных бочках, так и в бочках из-под бурбона. Причем разные спирты выдерживались в разных своих бочках, и вплоть до ватинга они не смешивались. Дистиллировался солод по отдельности, выдерживались бочки по отдельности, а уже потом происходил ватинг и марияж. Как видите, на бутылке не указан возраст, а значит это минимально три года, поскольку это сингл молд. Опять не обошлось без Джима Мюррея, который поставил аж 97 баллов из 100 за этот релиз. Дал ему такую высокую оценку этому виски и в 2010 году назвал его третьим лучшим виски в мире после артбек супернова. Первым фьюжен вышел в 2009 году и разливался по сей день, и вышло достаточно большое количество бачей, около сотни. Оценка за 10 с лишним лет прыгала с 81 до 85, и мне достался 47 бач, разлитый в мае 2016 года. Приступаем к дегустации. Цвет. Раз цвет натуральный, то цвет можно назвать как темный янтарь. Аромат плотный, интенсивный, медовый, ярко-кремово-сливочный, зерновые тона, ацетоновость, медово-фруктовый с перекосом в печеное яблоко, комплексный, очень легкий и еле неуловимый дым. Жженая трава как оффноут. Вкус. Насыщенный и плотный, очень сладкий. Сладость где-то 7 из 10. Маслянистый, растекающийся по небу, цитрусово-фруктовый, конфетно-леденцовый, ванильно-сливочный, айва, курага, приличная тонинность. Чуть смазывает картину оффноут арахисового масла, но несущественно. В целом очень яркий, ни на что не похожий и экспрессивный виски. Вместе с тем, есть что-то ностальгически благородное, сродни интересным шотландским релизам. Аромат в вискариуме отсекает спирт и оставляет легкие и очень приятные впечатления вот этого именно благородного виски. Медовость, фруктовость, ваниль, цитрусы, все это отсекается и остается в вискариуме. Чем мне нравится вискариум, вот я его споласкиваю в виске, а потом прокатываю, а потом сливаю в бокал. И здесь вот остается такая классная всегда ароматика и ароматика, которая есть в этом виске, это часть ароматики, но она очень хорошо читается и позволяет дегустатору распознать те или иные оттенки, если в спиртосодержащем напитке они плохо слышны. Послевкусие, послевкусие фрукты, тропические фрукты, цитрусы, высокая тонинность, острота специй и дубовость. Дымок снова напоминает о себе в окончании симфонии. Итак, попробуем с водичкой. Добавим буквально половину чайной ложечки. Вода раскрывает леденцовость, фруктовость. Аромат становится более легким, менее плотным. Вкус становится более дымным, более леденцовым. Горелая трава уходит на задний план, вперед вылезают леденцы. Финиш падает, ну и вкус становится более горьким. Мне понравился вариант без воды. Оценка 85. Сегодня я не взял с собой бумажки, но оценка 85, она сейчас перед вами на экране. Дальше интереснее. Постояв в бутылке, этот виски начал претерпевать трансформации. И я бы сказал, что этот виски можно было назвать виски-оборотнем. Вкус и ароматика стало наполняться прополисом, гибискусом. Жженая трава стала больше выпирать. Причем жженая трава мне напомнила сразу же релиз от Стаунинга, который я тоже дегустировал. И о котором рассказывал. И оценка начала падать. Но что интересно, ты уже думаешь, ну все, виски рассыпался, постоял, надышался. Через день-другой возвращаешься к бутылке. И ты чувствуешь, что виски опять вернулся к прежнему состоянию. И более того, появился какой-то рансье, что ли. То есть какой-то признак старины виски. На деле это оказался довольно сложный виски. И сидеть с ним, как видите, мне пришлось долго, чтобы сделать какие-то выводы. И я назвал его виски-оборотнем. То есть он может меняться то в худшую, то в лучшую сторону. Открытая бутылка очень интересно играет. Поэтому я бы советовал не оставлять половину бутылки, а переливать в более мелкую тару. Тару, кстати, вы можете приобрести в нашем магазине. Ссылка вот здесь. Итак, давайте двигаться к заключению. Нельзя не отметить и многие другие релизы от Amrut, которые являются, на мой взгляд, довольно занятными. Расскажу про Amrut Intermediate Sherry. Это виски, который выдерживался часть времени в бурбоновых бочках. Потом выдерживался в бочках из-под хереса. И затем вновь финишировался или выдерживался, как хотите, в бочках из-под бурбона. То есть имел промежуточную хересную выдержку. Интересно? Интересно. Amrut Spectrum 004. Задумка была в создании виски с очень широкой вкуса ароматикой. И для этого виски выдерживался три года в бочках из-под бурбона. А затем выдерживался три года в специальных бочках, которые были сделаны из пяти разных видов древесины. Это и коньяк, и херес, и там еще что-то. Amrut на оранге. Это апельсиновые виски на оранге. Апельсин. Суть такая. Три года выдержки в бурбоновых бочках. То есть, видите, у виндусов все. Основа это три года в бурбоновых бочках. И далее до выдержки в три года в специальных бочках из-под хереса алароса, в которых после выдержки хереса алароса выдерживалось некоторое время вино с корками апельсина. Дегустационные заметки на виски бейс. Каждая, первая, каждая заметка начинается с того, что мы чувствуем апельсин. Очень интересно попробовать. Интересно. Amrut Triparva, то есть тот самый Amrut тройной дистилляции, о котором я говорил. Amrut Katambam, как-то так, имел основу бурбоновая выдержка. И ступенчатая до выдержки в разных бочках из-под собственных дистиллятов. Это ром и коньяк, и по-моему еще что-то. Тройку первых занимает Amrut Greedy Angels, имеется ввиду лучших по оценкам виски бейс. Greedy Angels жестокие ангелы, то есть это релизы, которые имеют большой возраст. Виски от 8 лет представлены в этой тройке до 12. Первое место занимает именно 12-летний, там 91 с лишним балл. Это просто длительно выдержанные виски в бурбоновых бочках, как я понял. Но релиз от Blockader также попал в пятерку, то есть сырой сингл каск. Надо сказать, что Blockader прилично покопался на складах Amrut и подобрал много интересных бочек для своих релизов. Там порядка двух или трех десятков релизов от Blockader можно найти. Тоже очень интересно попробовать. И пятерку лучших замыкает первый батч Amrut 100 Pitted. 100 это 100 proof, то есть это Amrut торфянистый, Amrut, который имеет 57,1% по крепости. Почти бочковой. Далее. Ну и как вкусно, а? Ароматика сумасшедшая. Крайне рекомендую Amrut Fusion к покупке. Я взял последнюю бутылку в своем любимом магазине в Оренбурге Сомелье. Бутылка стоила 5200 рублей. Если где-то еще увидите Fusion, обязательно возьмите. Я от него без ума. Очень вкусный виски. 85, может быть, даже я еще и мало ему дал. Итак, заглядывайте в наш магазин для любителей, ценителей, дегустаторов, коллекционеров, крепких алкогольных напитков, выдержанных и невыдержанных. Магазин называется Drum of Spirit. Ссылка в описании. Ссылка перед вами. Бокальчики, стаканчики. Тост напоследок. Не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока.